Логика образует такой пласт общечеловеческой культуры, без освоения которого в настоящее время не может состояться ни одна мыслящая личность. Основы логической культуры закладываются в школе и в первую очередь на уроках математики, ибо как точно подметил еще Лев Николаевич Толстой, математика имеет задачи не обучения исчислению, но обучения приемам человеческой мысли при исчислении. Математическая логика – вершина развития логики, достигнутая ею в 20 веке, органично соединив в себе традиционную логику, восходящую к Аристотелю, и методы современной математики, она получила столь глубокие и поразительные результаты, не принимать в расчет которые стало просто невозможно не только тем, кто изучает, преподает и творит математику, но и всем тем, для кого методы рассуждений, обоснований и доказательств являются главными методами деятельности. Результаты, полученные с помощью математической логики, легли в основу проектирования и создания электронно-вычислительных машин, компьютеров и программного обеспечения к ним, нашли широчайшее применение в областях информатики и систем искусственного интеллекта. Настоящий курс лекций предназначен для тех, кто изучает математическую логику в высших учебных заведениях. Автор знакомит будущих бакалавров педагогики с основными понятиями и методами математической логики, показывает взаимосвязи математической логики с математической наукой, со школьным курсом математики, с современными ЭВМ. В первой теме будет дано подробное изложение алгебры, логики, высказываний, так как важно, чтобы именно на начальном этапе знакомства с предметом у студента сформировалась требуемая система понятий, составляющих фундамент математической логики. Во второй теме рассматриваются, возникшие из алгебры логики Булевы функции, которые оказались действенным математическим инструментом для конструирования функциональных и релейно-контактных, переключательных, схем, элементов современных ЭВМ. В третьей теме происходит знакомство с иным подходом к алгебре высказываний, она строится как аксиоматическая теория на базе трех схем аксиом и одного правила вывода. Основная цель четвертой темы, в которой излагается логика предикатов, привить студентам навыки использования квантора общности и квантора существования правильного их понимания и умения оперировать выражениями, формулами, с кванторами. В вопросах применения логики предикатов значительное внимание уделяется записям на ее языке различных предложений, строению математических теорем и методам их доказательств. В пятой теме рассмотрен аксиоматический метод в математике, изложены его логические основы. На неформальном, содержательном, уровне показано, как математическая логика вторгается в различные разделы математической науки, образуя их фундаментальные аксиоматические основы. В шестой теме изложение математической логики поднимается на новый качественный уровень. Математические теории начинают и изучаться с формальной точки зрения. Сначала изучаются свойства формализованного исчисления предикатов. Доказываются теоремы Гёделя о существовании модели, о полноте и адекватности этого исчисления. Теорема компактности. Теорема Лёвенга и Москалюма. Затем дается обзор формализации теории множеств, числовых систем, геометрии, математического анализа. Седьмая тема посвящена основам теории алгоритмов. Рассматриваются три формализации этого понятия, машины Тьюринга, рекурсивные функции, нормальные алгоритмы Маркова, устанавливается их равносильность. Рассматриваются неразрешимые алгоритмические проблемы. Доказывается теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики. Наконец, в последней теме дан обзор применений математической логики в сферах программного обеспечения компьютеров, информатики и искусственного интеллекта. Данный курс лекции задуман в комплекте со сборником задач, автор которого Егошин Владимир Иванович, под названием «Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов». В ходе изложения теоретического материала автор прибегает к многочисленным ссылкам на конкретные примеры решения тех или иных задач из данного сборника, используя краткое его название «Задачник», например. Усвоение теоретического материала первой темы закрепляется решением задач первых трех параграфов задачника, вторая тема является теоретической основой для решения задач параграфов с четвертого по седьмой из задачника. После изучения третьей темы рекомендуются задачи восьмого параграфа задачника. В процессе изучения четвертой темы решаются задачи из девятого, десятого и одиннадцатого параграфов, а для закрепления материала последних двух тем предназначены задачи из параграфов с двенадцатого по четырнадцатый из задачника. Известные знаки почти всегда используются для сокращенной записи оборотов тогда и только тогда и если, то. Исключения составляют случаи, где первый знак используется для обозначения равносильности предикатов, а второй для следования предикатов, а также случай, где первый знак обозначает переход от одного слова к другому в результате применения соответствующего алгоритма. Знак равенства обозначает графическое совпадение, а одинаковость, формул, логики высказывания или логики предикатов. Для множеств комплексных, действительных, рациональных, целых и натуральных чисел используются стандартные обозначения С, Р, К, С, Т, Н, Н соответственно. Конец доказательства отмечается специальным значком. Составляющими элементами каждого параграфа являются теоремы, лемы, определения, следствия, замечания, примеры, которым присвоена двойная нумерация для их идентификации. На первом месте указан номер параграфа в книге, на втором – порядковый номер данного элемента в этом параграфе. В конце приведен обширный список рекомендуемой литературы по разделам математики, имеющим отношение к разным системам логического исчисления, числовым и алгебраическим, смежным вопросам алгебры, теории алгоритмов и другим теориям. Выделена литература по математической логике и информатике и искусственному интеллекту. Зборники задачи книги, рекомендуемые школьникам, также составляют отдельные подразделы списка литературы. В работе над данным курсом, как и в работе над сборником задач, учтен авторский опыт прежних публикаций по теме, в частности сборника задачи учебника по математической логике и теории алгоритмов. Автор вполне отдает себе отчет о трудности создания учебного курса, полностью отвечающего требованиям сегодняшнего дня, однако выражает надежду, что его новые работы, рассчитанные на тех, кто начинает изучать основы математической логики и теории алгоритмов, будут востребованы и оценены должным образом в учебных заведениях различных профилей и уровней. Продолжение следует... Усмотрение такой истины, такого факта, который впоследствии, по прошествии определенного времени, будет обоснован и доказан строго логическим путем. Такое суждение в значительной мере протекает бессознательно или подсознательно в короткие промежутки времени и проявляется как озарение, прозрение. Факт, усмотренный в результате психоэвристической интуиции догадки, в рамках определенной формально-логической системы может быть логически сведен к некоторым исходным основным положениям, принятым за аксиомы или постулаты. При этом последующее строго логическое доказательство интуитивно усмотренного факта происходит через такой промежуток времени, который абсолютно несопоставим по продолжительности с актом озарения. Для этого могут понадобиться часы, дни и даже годы. Вопрос о противопоставлении логического и интуитивного, интеллектуального и чувственного, давно отнесен истории развития процесса познания к проблеме взаимодействия этих двух ипостасей человеческого сознания в ходе данного процесса. Для познания мира, и физического, и духовного, необходимы два совершенно разных метода, с одной стороны логический, строго доказательный, а с другой интуитивный, основанный на непосредственном синтетическом суждении, не опирающемся на доказательство. Дипертрофия преувеличения роли как строгой логики, так и интуиции, это крайности. Обе эти крайности, справедливо считает Ян Стюарт в своей книге «Концепции современной математики», бьют мимо цели вся сила математики, в разумном сочетании интуиции и строгости, контролируемый дух и вдохновенная логика. Завершим мы с словами выдающегося математика XX века Анри Пуанкаре о науке, таким образом, логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль, обе они неизбежны. Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства, интуиция есть орудие изобретательства. Логика, традиционная и математическая логика несколько отличаются друг от друга, термин логика, наука о способах доказательств и опровержений, происходит от греческого «logos», что означает слово «понятие», «смысл». Понятие «традиционная» или «формальная» логика характеризует берущую свое начало от Аристотеля науку, изучающую формы и законы мышления, а также методы, с помощью которых люди в действительности делают выводы, устанавливают связь логических форм с языком. Появление логических форм и категорий, формирование законов мышления, это результат общественной практики. Именно длительная практическая деятельность человека в процессе познания окружающей действительности, миллиарды раз приводя его сознание к повторению одних и тех же логических фигур, откристаллизовала эти фигуры в законы логики. Таким образом, логика представляет собой определенный способ отражения действительности, логика изучает то общее, что связывает мысливых движений к познанию истины. Она есть наука о законах и формах правильного мышления. Она изучает формы рассуждений, отвлекаясь от их конкретного содержания, устанавливает, что из чего следует, ищет ответ на вопрос о направлении рассуждений. Специфика логики состоит в том, что изучение и познание объективного мира природы и субъективного мира переживаний чувств возможно вести эффективными средствами абстрактного мышления человека. Математическая логика, называемая также символической или теоретической логикой, выросла из логики традиционной, но составила значительное ее расширение. С одной стороны, эта наука применила математические методы для изучения общих структур, форм правильного мышления и тем самым оформилась как раздел математики, с другой, математическая логика сделала предметом своего изучения процесс доказательства математических теорем и сами математические теории. Математическая логика явилась, таким образом, инструментом для исследований в области оснований математики. Данный раздел математической логики получил название теория доказательств или метаматематика. Ни одна из этих двух логик не может в полной мере включать другую как частный случай. Но они тесно взаимосвязаны между собой. Математическая логика, являясь более общей и более абстрактной, чем традиционная формальная логика, в то же время является и более конкретной, так как она имеет более широкое применение, дает возможность решать множество конкретных практических задач, неразрешимых средствами традиционной формальной логики. Аппарат исчислений и формальных систем в математической логике гораздо более совершенен, нежели аппарат традиционной логики, поэтому он может применяться к решению таких сложных задач, которые недоступны для классической логики. Математическая логика способствует более глубокому пониманию логики традиционной и ее сохранению и поднятию на более высокую ступень. Благодаря математической логике логика традиционная достигла определенного уровня совершенства, так как появилась новая возможность использования математики не только по форме, но и по существу. Напомним немного фактов из истории, основоположником логики как науки является древнегреческий философ и ученый Аристотель, он впервые разработал теорию дедукции, то есть теорию логического вывода. Именно он обратил внимание на то, что в рассуждениях мы из одних утверждений выводим другие, исходя не из конкретного содержания утверждений, а из определенной взаимосвязи между их формами и структурами. Древнегреческий математик Евклид впервые предпринял попытку упорядочить накопившиеся к тому времени обширные сведения по геометрии, взглянув на эту науку с общелогических позиций. Он положил начало осознанию геометрии как аксиоматической теории, а всей математике, как совокупности аксиоматических теорий, впервые на практике реализовав восходящие к Платону и Аристотелю идеи аксиоматической организации всякого научного знания. На протяжении многих веков различными философами и целыми философскими школами дополнялась, усовершенствовалась и изменялась логика Аристотеля. Это был первый, да математический, этап развития формальной логики. Второй этап связан с применением в логике математических методов, начало которому положил немецкий философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц. Он пытался построить универсальный язык, с помощью которого можно было бы решать споры между людьми, а затем и вовсе все идеи заменить вычислениями. Важный период становления математической логики начинается с появления работ английского математика и логика Джорджа Булли «Математический анализ логики» 1847 года и «Исследование законов мышления» 1854 года. Он применил к логике методы современной ему алгебры, язык символов и формул, составление и решение уравнений, им была создана своеобразная алгебра, алгебра логики. В этот период она оформилась как алгебра высказываний и была значительно развита в работах шотландского логика Августа Д. Морган, английского логика Уильяма Стэнли Дживонса, американского логика Чарльза Сандерса Пирса, немецкого алгебраиста и логика Эрнста Шрёдера, русского математика, астронома и логика Платон Сергеевича Порецкого. Создание алгебры логики явилось заключительным звеном в развитии формальной логики, алгебра логики поставила и решила в самом общем виде те задачи, которые рассматривались в аристотелевой логике. Формальная логика в результате использования в ней развитого символического языка окончательно оформилась как логика символическая. Значительным толчком к новому периоду развития математической логики послужило создание в первой половине XIX века великим русским математиком Николаем Ивановичем Лобачевским и независимо от него венгерским математиком Яношем Бойеней в Клидовой геометрии. Кроме того, создание анализа бесконечно малых привело к необходимости обоснования понятия числа как фундаментального понятия всей математики. Довершали картину парадоксы, антиномии, обнаруженные в конце XIX века в теории множеств, они отчетливо показали, что трудности обоснования математики являются трудностями логического и методологического характера. Таким образом, перед математической логикой встали задачи, которые перед логикой Аристотеля не возникали, она должна была исследовать основания математической науки, исследовать математику как совокупность аксиоматических теорий, исследовать аксиоматический метод построения математических теорий. В ходе развития математической логики сформировались три направления обоснования математики, создатели которых по-разному пытались преодолеть возникшие в математике трудности. В каждом из них были получены фундаментальные результаты, оказавшие влияние на развитие не только математической логики, но и всей математики. Основоположником одного из направлений, логицизма, явился немецкий математик и логик Готлап Фрёге, он стремился всю математику обосновать через логику, применил аппарат математической логики для обоснования арифметики, построив первую формальную логическую систему, включавшую значительную часть арифметики. Кроме того, им и независимо от него пирсом были введены в язык логики предикаты, предметные переменные и квантеры, что дало возможность применить этот язык к вопросам обоснования математики. Задачу аксиоматического построения арифметики, геометрии и математического анализа ставил перед собой итальянский математик, Джузеппе Пиано. Сведения чистой математики к логике продолжили в своем трехтомном труде основания математики английские математики Бертран Рассел и Альфред Норт Уайтхед. Данное направление не увенчалось полным успехом, в частности, оказалось невозможным вывести из чисто логических аксиом существования бесконечного множества, однако был создан богатый логический аппарат, без которого математическая логика не смогла бы оформиться как полноценная математическая дисциплина. Немецкий математик Давид Гильберт предложил свой путь преодоления трудностей в основаниях математики, базирующейся на применении аксиоматического метода, с помощью которого все математические утверждения записываются в виде логических формул, некоторые из которых выделяются в качестве аксиом, а остальные логически из них выводятся. Это направление получило название формализм. Они предложили отказаться от рассмотрения бесконечных множеств как завершенных совокупностей, а также от закона исключенного третьего. Ими признавались только такие математические доказательства, которые конструктивно строили тот или иной объект, и оспаривались чистые доказательства существования. Они построили специфическую математику, имеющую интересные особенности, еще раз подчеркнули различия между конструктивным и неконструктивным в математике. 20-й век – это время бурного развития математической логики, формирования многих ее новых разделов, построены различные аксиоматические теории множеств, на базе математической логики сформирована теория алгоритмов, с помощью которой были выработаны несколько формализаций понятий алгоритма. Теория алгоритмов получила такое развитие, что ее методы стали проникать в другие разделы математической логики и в смежные математические дисциплины. В другие разделы математики стала проникать и сама математическая логика, примером может быть теория моделей, возникшая на стыке современной алгебры и логики, следует отметить и нестандартный подход к математическому анализу. Немалый вклад в развитие математической логики внесли и советские математики – Николай Александрович Васильев, Иван Иванович Жигалкин, Андрей Николаевич Калмогоров, Петр Сергеевич Новиков. Андрей Андреевич, младший, Марков Анатолий Иванович Мальцев, Софья Александровна Яновская. Кроме того, XX век – это период начала глубокого проникновения идей и методов математической логики в технику, прежде всего в процесс конструирования и создания ЭВМ, в программирование, кибернетику, вычислительную математику, структурную лингвистику. Возникает естественный вопрос, математическая логика – это больше логика или математика? Вопрос о соотношении логики и математики в математической логике издавна интересовал философов, близких к математике, и математиков, близких к философии. Является ли математическая логика в традиционном, философском, понимании логикой, то есть изучает ли она формы мышления и методы, с помощью которых люди обычно делают выводы, или же она является чисто математической дисциплиной со своим абстрактным аппаратом, не имеющим ничего общего с реальным процессом мышления? Подобные вопросы возникли потому, что посредством математической логики математика впервые проникла в гуманитарную область знаний, в ее святая святых сферу человеческого мышления, ранее подвластную лишь философии. Это проникновение было столь стремительным и успешным, что многие философы и мыслители сразу не осознали его преимуществ. Доказанная в 1931 году австрийским математиком Куртом Гёделем теорема о неполноте формальной арифметики с большой силой показала, что математическая логика – это прежде всего логика и что к человеческому мышлению эта наука имеет самое непосредственное отношение. Пришло понимание того, что совершенно безнадежно рассчитывать на возможность создания полной и непротиворечивой системы аксиом для арифметики или какой-либо теории, содержащей арифметику. Полнота системы аксиом означает, что, исходя из нее, можно вывести все истинные предложения данной науки. Из этого следует, что аксиоматический подход к арифметике натуральных чисел не в состоянии охватить всю область истинных арифметических утверждений. Отсюда также вытекает, что то, что обычно интуитивно понимается под процессом математического доказательства, не сводится к использованию аксиоматического метода и законов традиционной и математической логики. Этот самоограничительный закон логики удалось установить только с помощью математической логики, что является убедительнейшим доказательством непосредственного отношения математической логики к мышлению и законам, по которым оно работает. Известный российский логик Платон Сергеевич Порецкий точно подметил, что математическая логика по предмету своему есть логика, а по методу – математика. Логика и математика. Логика – это особый инструмент, причем это не метод, не средство и не форма обучения, а именно инструмент. Во-вторых, логика, как своеобразная часть математики, предстает как предмет педагогики математики, то есть как объект, изучаемый в рамках математики и с помощью математики. Но и в этом своем качестве логика выступает как педагогика математики, ибо изучение логики с помощью математического материала в конечном итоге способствует более осознанному и глубокому изучению математики. Чтобы сделать логику действенным инструментом процесса обучения математики, необходимо соблюдать ряд принципов, тех общих положений, связанных с логикой, которые имеют фундаментальное значение для методики обучения математике. Эти принципы отражают основные направления проникновения логики в методику, и их нарушение или несоблюдение их в процессе обучения математики приведет в итоге к искаженному видению обучаемым как общей картины математики, так и отдельных ее деталей. Первый принцип – это принцип обучения строению, структуре математических утверждений. Здесь в первую очередь необходимо научиться видеть логическую структуру математического утверждения, будь то определение или теорема, отчетливо видеть, где и какие логические связки участвуют в формулировке. При этом, если это определение понятия, то важно установить, какого оно типа, через ближайшее ро и видовое отличие, индуктивное, рекуррентное, генетическое или аксиоматическое. Если это теорема, то необходимо четко уяснить, что в ней дано и что требуется доказать, таковы структура условий и структура заключения. Важно также понимание сути необходимых и достаточных условий, прямой и обратный теорем и их различных видов. Кроме того, необходимо научиться определять, какие утверждения равносильны каким, то есть научиться преобразовывать структуру математического утверждения равносильным образом. Чем больше усвоено логических равносильностей, тем выше логическая культура учителя. Второй принцип – это принцип обучения понятию доказательства математической теоремы. В этом случае важно уяснить, что доказательства теоремы – это последовательность, цепочка утверждений, каждая из которых есть либо условия теоремы, либо аксиома, либо полученная из двух предыдущих утверждений последовательности по правилу вывода. Из утверждений первое и первое влечет второе следует утверждение второе. Построив такую цепочку, мы доказываем, что из первого выводится второе, в результате чего делаем вывод, что справедливо теорема первое утверждение влечет за собой второе. Обоснованием этому переходу служит логическая теорема о дедукции. Всякий раз при доказательстве теоремы нужно стремиться к тому, чтобы цепочка последовательных утверждений вырисовывалась в сознание учащегося как можно более отчетливо. Третий принцип это принцип обучения методам доказательства математических теорем, в первую очередь необходимо научиться методам построения цепочки утверждений от первого до последнего для доказательства теоремы о том, что из первого следует последнее. Синтетический или прямой метод это построение цепочки в прямом направлении, то есть от первого к последнему. Аналитический метод, или метод восходящего анализа, это построение цепочки в обратном направлении, то есть от последнего к первому. Далее необходимо уяснить, что для доказательства теоремы о том, что из первого утверждения следует второе, достаточно доказать теорему о том, что из отрицания второго утверждения следует отрицание первого. Или что из первого и отрицания второго следует отрицание первого, или что из первого и отрицания второго следует второе, это все варианты метода доказательства от противного. Далее, вместо исходной теоремы достаточно доказать теорему о том, что отрицание первого утверждения следует противоречие в выполнении второго утверждения и его отрицание, из чего вытекает истинность исходного утверждения, это так называемый метод приведения к абсурду. Кроме того, вместо теоремы о том, что из первого утверждения следует второе можно доказать две возможно более простые теоремы о том, что из первого следует третье, а из третьего следует второе, это метод цепного заключения. Существуют иные методы доказательства математических теорем. Четвертый принцип это принцип обучения строению математических теорий, имеется в виду уяснение сути аксиоматического метода при построении математической теории и при ее преподавании, а также уяснение сути первоначальных неопределяемых понятий теории, ее аксиом и теорем вплоть до мета-теории, свойств этой теории, непротиворечивости, полноты, категоричности, независимости системы аксиом. Важно также знание аксиоматических теорий, лежащих в основе школьных математических курсов, аксиоматических построений геометрии на основе систем аксиом Евклида, Гильберта, Вейли и так далее, аксиоматической теории числовых систем как основания школьного курса алгебры и начала анализа. Математическая логика помогает обосновать и облегчает применение указанных логических принципов. Они должны органично войти в сознание всякого преподающего и изучающего математику, так как при несоблюдении данных принципов при обучении математике изучаемый предмет рискует утратить те качества и черты, которые, собственно, и выделяют его из системы прочих наук. Математическая логика лежит в основе конструкции современных АВМ, широчайшее распространение компьютеров, проникших буквально во все сферы жизни, связано с насущной проблемой развития и поддержания массовой компьютерной культуры, начиная с самого раннего возраста. Важно, чтобы росло понимание возможностей компьютера и умение взаимодействия с ним, чтобы молодые люди развивали свои способности и умение мыслить алгоритмически, то есть отчетливо и однозначно могли определять последовательность своих действий при решении той или иной задачи. Развитие мышления в области математических наук всегда было в наибольшей степени алгоритмичным по сравнению с прочими науками, тем не менее всеобщая компьютеризация еще более отчетливо выявила эту сторону математического мышления. Математическая логика, в частности ее раздел, посвященный теории алгоритмов, являются важнейшими составляющими теоретических основ алгоритмического мышления. Не менее тесная связь методов математической логики и современных компьютеров прослеживается по следующим двум направлениям. Эти методы используются как при физическом конструировании и создании компьютеров, алгебра высказывания и булевы функции являют собой математический аппарат для конструирования переключательных и функциональных схем. Составляющих элементную базу компьютеров, так и при создании математического обеспечения к ним. В основе многочисленных языков программирования лежат теории алгоритмов, теория формальных систем, логика предикатов. Например, название языка пролог означает сокращение от слов программирования логическое. Кроме того, синтез логики и компьютеров привел к возникновению баз данных и экспертных систем, что явилось важнейшим этапом на пути к созданию искусственного интеллекта, машинной модели человеческого разума. Понимание всех этих взаимосвязей неотделимо от современного высшего математического, технического и педагогического образования. В первой теме построим алгебру высказываний, ведь высказывания – это первый важнейший объект изучения математической логики. Алгебра высказываний изучает способы построения высказываний из уже имеющихся высказываний, закономерности таких способов сочетания высказываний, алгебра высказываний.